Мы давно удивляемся темпами строительства судов на Красном Сормово. Штампуют их крупными сериями, особенно очень популярный сухогруз проекта РСД-59. И вот сейчас пришла отличная новость. Завод начал строительство очередной серии судов проекта РСД-59 из 11 штук. И кстати, все они будут переданы заказчику ГТЛК Финанс в следующем году. Это при том, что на верфи строят еще и серию краболовов проекта КСП-01. Процитирую новость. В церемонии установки закладной таблички на секции будущего сухогруза приняли участие генеральный директор АО Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, генеральный директор завода Красная Сормова Михаил Першин и заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Новая серия судов строится по заказу ООО ГТЛК Финанс. Завод Красная Сормова выиграл конкурс на строительство 11 сухогрузных теплоходов в июне 2021 года. Согласно условиям договора, все суда должны быть переданы заказчику в 2022 году. Конец статы. И сомневаться, что все 11 сухогрузов будут переданы вовремя, не приходится, ведь на верфи уже построили 29 сухогрузов этого проекта. После завершения текущего контракта серия вырастет до 40 судов. Я не знаю, строили ли вообще когда-либо в нашей стране суда такого размера и такой серии на одном заводе. Но куда интереснее не количество, а скорость строительства. Создается впечатление, что на Красном Сормово создан конвейер. И я недалек от истины, действительно на заводе внедрена специальная производственная система, позволяющая быстро и в то же время качественно строить однотипные суда. Как подчеркнул на церемонии закладки судна генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, благодаря внедрению производственной системы отличной организации труда нижегородцы смогли сократить срок нахождения судна на стапеле, что позволило им нарастить выпуск сухогрузов и существенно снизить их себестоимость, сохранив при этом отличное качество и не затягивая сроки. Здесь на Красном Сормово мы видим, какие преимущества дают производство судов крупными сериями и заказчикам, и судостроителям. Работая таким образом, мы становимся более конкурентоспособными и на мировом рынке. Конец статы. Благодаря этому в год верфь может строить 12 судов, то есть по одному крупному сухогрузу класса река-море в месяц. Как отметил генеральный директор завода Михаил Першин, благодаря нашей программе повышения производительности труда срок строительства одного сухогруза снижен с 9 до 6 месяцев. Сегодня завод Красная Сормова способен строить до 12 судов в год. Конец статы. Правда есть и недостаток. Такая потрясающая производительность труда приведет к тому, что заказ в 11 сухогрузов, которые другие растянули бы на несколько лет, на Красном Сормово завершат за год. То есть завод, несмотря на крупный заказ, загружен лишь на ближайшее время. Но учитывая состояние речного флота России, работы по его обновлению еще не подчатый край, так что без работы нижегородцы не останутся. А что вы думаете по этому поводу? Пишите пожалуйста в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал.